Друзья, всем привет! И мы снова в Яхлубе 7 футов, снова так же рано, как и в прошлый раз, и снова мы отправляемся на охоту за Симой. Но по предварительным данным Сима сейчас ловится не очень хорошо, как хотелось бы, но зато ловятся хорошие большие экземпляры, попадаются там 3, даже 4 килограмма. Поэтому сегодня мы попытаемся их поймать и попытаем нашу рыболовную удачу. Погнали! Друзья, хорошо тебя! Друзья, хорошо тебя! Друзья, хорошо тебя! В общем, самый ответственный момент. Мы ничего не записывали, пока, когда клюнула первая Сима хорошего размера. На борту уже у нас в общей сложности две рыбы. Но первая была, конечно, крупная. К сожалению, не успели включить камеру, не успели осознать, что вот уже появилась поклевка. Ну и не успели это дело заснять. Но сам факт. И первая рыбеха довольно большая. Как и хотелось. Взяли неплохой трофейчик. Я думаю, где-то больше двух килограмм. Красавица просто. Это прямо очень хорошее. Вторая рыбка чуть-чуть поменьше. Но тоже неплохая. Так что ловим. Надеемся, что нам еще раз влюбнется рыбацкая удача. И мы возьмем хороший трофей. Нацеленный на него. Так что рыбачим дальше. Рыбачим мы в районе между Бахтусова и двух братьев. Одно из излюбленных мест для троллингистов. Здесь всегда, можно сказать, выводится рыба. Направляемся мы в район Рикарда. Проверим там. Но рыба вся находится довольно глубоко. Где-то от 18 метров и глубже. Две рыбки мы взяли примерно на глубине 20 метров. Снасти стоят. Ждем поклевки. Я читал, если рыба увидела приманку, 99,9% еще на него. На самом деле, я все время, что ходил на троллинг, я всегда рыбачивал с механическими даунлигерами. У Николая на катере стоят электрические даунлигеры. Удовольствия от рыбалки, конечно, гораздо больше. Потому что, когда ты поднимаешь груз, ты не крутишь барабан, а достаточно нажать на кнопку, и даунлигер начинает выбирать трос. Поэтому я начинаю понимать прелести электрического даунлигера и почему он стоит таких денег. Поэтому, если у вас бюджет позволяет, и вы выбираете между механическим даунлигером или электрическим, я советую взять электрический. Это гораздо комфортней. У Николая на катере сетапы очень интересные. Уточка для даунлигера. Катана даунлигер. У нас такая модель Ростовка 2.4, катушки пэновские. Но это, наверное, один из лучших вариантов, что можно придумать от роллинговой рыбалки. Поэтому, если у вас бюджеты позволяют, не экономьте ни на палках, ни на катушках, ну и, как я говорил, уже на даунлигерах. Даунлигер – это отдельная тема. Даже не устаешь открутить этот барабан. Проверять снасти – одно удовольствие. Пока ты тратишь на смену приманки или проверку приманки на чистоту, чтобы там не присоединилась ни медуза, ни водоросли, и тратишь, допустим, там 10 минут, пока выберешь вручную, ну, может, чуть меньше, здесь же ты не тратишь никаких усилий. Плюс удобная ручка для сброса груза. Ты регулируешь сам скорость, и поэтому одной рукой ты тормозишь фрикционно-даунлигера, а другой рукой ты контролируешь отпуск лески. Поэтому я рекомендую электрическое OneLab теперь. Это лучшее, что можно было придумать для троллинга. Субтитры создавал DimaTorzok Нашли мы на камень льва, реализовали одну поклёвку, она была такая неявная. Прищепка на самом деле компания Kikashi не очень себя хорошо показывает. Либо она ломается, либо она просто не притыкает, невозможно просто снять ее так легко. Хорошо, что заметили, вытащили рыбу одну. Поэтому, в принципе, рыбалка идет, продолжается. Мы сейчас проходим остров Рикарда со стороны Алсурийского залива. Посмотрим, может быть, напротив пункта Японец. Нам улыбнется удача, и мы зацепим еще рыбку. А то и приятный. Ну что, друзья, вот и закончилась наша рыбалка. В принципе, мы довольны сегодняшним днем. У нас на борту 4 рыбы. Правда, одна, можно сказать, небольшой трофей. Но рыбацкая удача нам все равно сегодня улыбнулась. Я как повторюсь, 4 штуки. Так что ставьте лайк, подписывайтесь. Увидимся в море.